Салют, Сойер, и сегодня мы будем разговаривать про open-source. Так получилось, что много мнений существует насчет open-source, но мало кто отталкивается от определения open-source, которое есть в интернете и которое распространяется комьюнити, инициативной группой open-source. Вот от него хотелось бы оттолкнуться и поговорить о таком явлении, как open-source, с позиции того, можно ли продавать программное обеспечение, созданное под этим брендом, либо все-таки это исключительная халява. Если интересно, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Первое, что я хочу сказать, что open-source – это действительно бренд. Сегодня компания использует его не для того, чтобы выразить какую-то идею или свою позицию по отношению к распространению программного обеспечения, а для того, чтобы привлечь внимание, обеспечить дистрибьюцию, создать нужный образ среди потребителей, как компании прогрессивной и такой, знаете, компании молодец, что называется. Поэтому open-source стал, естественно, инструментом маркетинга, и очень важно стало понимать, где заканчивается open-source, где он начинается, и можно ли говорить о продуктах, о программном обеспечении open-source как о предмете торговли, то есть можно ли за них взять деньги. Ну и здесь нужно немножко поговорить про историю open-source. Все дело в том, что изначально в далеком 97-м году, когда этот термин появился, уже был термин free software. Что же значит свободное программное обеспечение? Сойеры, хакеры, хакеры в значении разработчики и просто инициативные люди, они всегда хотели создавать какие-то вещи в IT. То есть у них был определенный драйвер внутри, который заставлял их двигаться вперед. И вот как раз они придумали для себя понятие free software, где-то в 85-е годы появилась эта организация, которая говорила о том, что программное обеспечение должно быть свободным, без всяких адвокатов, ограничений, закрытости, потому что, когда вы вот такой инициативный разработчик, вам сложно понять, можно ли взять какой-то код и на его базе создать что-то новое. А в рамках свободного программного обеспечения это гарантированно можно было делать. Естественно, это очень нравилось Сойерам, разработчикам, и многие вступали в это комьюнити, ну не официально, а брали лицензии и разрешали переиспользовать свой код. Но возник на вопрос денег. Можно ли взять чужой бесплатный код и сделать на его базе платную программу. Именно эту проблему первоначально решал OpenSource. Он пришел и сказал, можно, вы можете распространять программное обеспечение платно. И вот для того, чтобы понять, как вы можете распространять свое программное обеспечение, что делать с исходным кодом, может ли взиматься плата за получение исходного кода, как это должно все происходить, и служит определение, которое есть на странице OpenSource Community, которая, страница называется OpenSource Definition, то есть определение, которое является основой взаимодействия и основой для того понимания того, что же является OpenSource. Самое важное, самое главное, что здесь сказано, заключается в том, что OpenSource не является просто доступным кодом. То есть если ваш код доступен, все равно остается вопрос, а можно ли его использовать в своем программном обеспечении? Можно ли его продавать? Можно ли его распространять? Поэтому для того, чтобы ваш проект считался OpenSource, существуют некие критерии. Если вы им удовлетворяете, тогда, пожалуйста, вы можете этот бренд, а это, как я уже сказал, это бренд, вы можете использовать его в своей маркетинговой компании или позиционировать так свой софт. И первое, что у нас есть, это свободное распространение. Самое важное, что здесь нужно отметить, что прямо первое же предложение говорит о том, что вы можете продавать производные продукты, основанные на других продуктах OpenSource, или просто их отдавать бесплатно. То есть нет такого ограничения, что вы не можете продать продукт, в который входит OpenSource. Соответственно, когда вы делаете сложный продукт, у вас всегда есть чужие какие-то разработки, библиотеки, что-то еще, и свои. И вот этот пункт говорит о том, что вы то, что у вас получилось в результате, собранный продукт, можете совершенно свободно продавать. И важно понимать, что продавать вы будете не исходный код, продавать вы будете непосредственно программу. И вторым пунктом, здесь достаточно хорошо это дается понять. Смотрите, у нас есть программа, которая должна включать в себя исходный код. То есть мы можем, как разработчики OpenSource, продавать свои программы, и к ним должен быть добавлен исходный код этой программы. Это важно, потому что мы не говорим в данном пункте о том, что мы должны выложить наш код в интернете, и каждый желающий должен к нему иметь доступ. Здесь речь о том, что если ты приобрел программу, ты вместе с ней приобрел исходный код. И здесь важно то, что программа может быть бесплатной, а может быть платной, потому что в первом пункте мы это увидели. Ты можешь купить программу, с ней получить код. Ты можешь скачать бесплатную программу, получить с ней код. Дальше. Что из себя представляет программа? Она из себя может представлять, как исходные коды, то есть исходные коды программы, так и быть представлены в скомпилированной форме. Это тоже очень важно. То есть вы можете взять свою программу, не компилировать, предоставить ее за оплату или бесплатно, и вместе с этими исходными кодами человек получает возможность собрать из исходников программу, и это ровно то же самое, что предоставить ему скомпилированные исходники. Это важный момент. То есть вы свободны продавать исходники как программу, вы свободны продавать программу как скомпилированные исходники, и вы свободны раздавать их бесплатно. Все это нам разрешает open source. И он всегда это разрешал. В этом и отличие open source от программного обеспечения, которое называли свободным. Дальше возникает вопрос. Окей, а мы обязаны эти исходники именно с программой распространять? И это тоже учтено в критериях open source. То есть мы можем сказать, что в случаях, когда продукт не распространяется с исходными кодами, тогда мы должны разместить исходные коды в публичном пространстве. И вот это момент, который путает людей. То есть мы получили программу без исходных кодов. Мы получили ее законным способом. Мы ее либо купили, либо скачали, если она бесплатная из интернета. И это дает нам право получить бесплатно исходные коды. Именно наличие у нас программы, на которой у нас есть легальное право ее использования. То есть честно мы ее используем. Если у нас нет программы, то вот этот пункт к нам не относится. То есть мы не обладатели программного обеспечения. Мы не обладатели программы. Мы не должны были с программой получить исходный код. Мы программу-то неизвестны, должны были получить или нет. И вот этот момент, он постоянно всеми мусолится. То есть, если речь заходит о open source, то на основе вот этого искажения, которое я вам сейчас обрисовал, люди начинают просить исходники. То есть, не программу плюс исходники, а сами исходники, независимо от того, платная, бесплатная программа распространяется, по какой лицензии она или нет. И это важно. То есть, исходники-то, они, безусловно, бесплатные. Они могут быть либо предпочтительно, вот как здесь написано, предпочтительно скачаны из интернета, либо за разумную плату их reproduction, как здесь сказано, быть представлены. То есть, если вы на диске что-то отправляете, исходные коды, вот они должны за этот диск и за доставку можно взять плату. Но, еще раз говорю, это право у вас возникает не потому, что это все продукты open source должны быть в интернете распространены. Нет. Все продукты open source должны сопровождаться, программа должна сопровождаться исходными кодами. Вот что сказано во втором пункте. Иного определения в definition, да, в определении open source нет. Следовательно, мы должны руководствоваться и. И когда вы поймете вот этот тонкий важный момент, что вы сначала должны получить программу, а потом вы вместе с ней или отдельно должны и можете получить исходные коды. И тогда у вас все станет на место. Если программу можно купить, соответственно, вы должны ее сначала купить. Если программу можно получить бесплатно, то, соответственно, получить бесплатно. Вот этот момент важен. Дальше мы знаем, что у нас есть права на производные от этой программы. Мы можем делать свои на основе исходных кодов. это и есть то, что делают наши исходники открытыми. То есть они открыты к изменению и последующему распространению. Но никакого обязательства о том, что вы должны всем желающим предоставить бесплатно исходные коды, и даже если у этих желающих нет права на пользование программой, здесь нигде не написано. Это очень важный момент. И как только он становится очевидным, вот сразу наступает ясность. Остальные пункты говорят о интеграции с исходными кодами автора, о том, что нельзя дискриминировать, и это уже не требование кода. Опять же, этот пункт пытается как-то подтянуть к тому, что вот, вы же не можете никого дискриминировать, следовательно, вы должны всем предоставить исходный код. Нет, не всем. Здесь сказано о том, что дискриминировать нельзя в лицензии. То есть вы не можете в лицензии делать какие-то ограничения, которые ограничивают группу или конкретную персону. То есть вы не можете в лицензии сказать, мы не продаем данный софт тому-то, мы не продаем данный софт этому-то, либо мы его не предоставляем. Это, кстати, очень важно, что софт, который вы делаете по лицензии open source, должен быть предоставлен всем. Как это на практике реализуется, сложный вопрос, но я знаю, что это ограничение, так или иначе можно обойти, это будет законно. То есть есть какие-то лазейки. Тем не менее, такое требование в open source definition есть. Значит, дальше все, все ограничения, которые у нас возникают, они касаются лицензии. То есть вы не должны ограничивать лицензионными соображениями какие-то дополнительные вещи. То есть вы не можете ограничивать саму дистрибьюцию лицензии, вы не можете делать специфичную для продукта лицензию, не можете ограничивать другое программное обеспечение или делать какая-то технологически зависимую лицензию. То есть она должна быть технологически нейтральная. То есть все эти пункты не говорят вам, что вы должны взять и выложить ваше программное обеспечение абсолютно для всех во всем мире, и они должны иметь доступ. Речь здесь идет ровно о том, что пользователи вашего программного обеспечения вместе с программным обеспечением, вместе с программой, кстати, интересный момент, обратили внимание, что первоначально здесь использовалось слово программное обеспечение, а когда речь зашла о исходном коде, оно превратилось в слово программа. То есть они сузили, а не в целом программное обеспечение. Например, к программному обеспечению сложно можно спорить, а там относятся к ним библиотеки, драйвера. Но, безусловно, библиотеки-драйвера относятся к программам, вот, и, соответственно, здесь идет такое сужение, конкретно любая программа должна сопровождаться исходными кодами. Это важный момент, который почему-то всеми опускается. Ну, и раз у нас появилась вот эта возможность продавать свои программные обеспечения, неудивительно, что open source так быстро начала набирать обороты, потому что свободное программное обеспечение, оно слишком свободно трактовало возможности именно продажи. А здесь, естественно, программное обеспечение получило коммерческую основу, и именно это позволило выстрелить open source. Без коммерческой вот этой основы это был бы, ну, аналог free software, да, то есть ничего бы кардинально не поменялось. И как только это осознание доходит до людей, соответственно, людям становится понятно, что open source – это когда вас не ограничивают ни продажей, ни свободным распространением, не заставляют где-то кому-то что-то доказывать или показывать. Вы просто разрабатываете программное обеспечение, вы используете и предоставляете свои исходники другим людям. Это некая комьюнити, и важно чувствовать вайп этого комьюнити, а не просто быть потребителем. Поэтому open source – это не халява. Это вполне себе зрелая, осознанная философия, которая основана не только на том, что автор исключительно бесплатно должен всем все предоставлять. Автор, как человек, который является активным членом сообщества, который вкладывает и создает контент, имеет право получать за это вознаграждение. Это честно, это справедливо, и это абсолютно нормально в мире open source. Вот это я хотел сказать. Спасибо, что слушали. С вами был Sawyer. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok